Всем привет и с вами канал Кардистри. В этом видео я упорядочу 10 кардистов, которые не попали в предыдущий топ, но заслуживают внимания. Погнали! Открывает топ малоизвестный Джордан Лэппинг. Когда-то данный персонаж действительно вложился душой в свое дело, а уровень мастерства вполне дотягивает до мировых профессионалов. Небезызвестный Дмитрий Орлери, выпустив мощное видео 7 лет назад, которое уже многих зацепило, по сей день продолжает свою деятельность и не похоже что он намерен останавливаться. Про кого вы точно слышали, так это про Алехандро Портелло, но не тесное сотрудничество с баками заставило его многим полюбиться, а искренняя любовь Кардистри и уникальный стиль. По старой доброй традиции даю вам пищу для размышлений и оставляю седьмую строчку пустой. Напишите в комментариях, кого бы вы хотели увидеть на седьмом месте. На шестое место без раздумий попадает Боун Хофф. В свое время он действительно сделал огромный вклад в Кардистри и придумал много интересных флоришей, включая знаменитую анаконду, которую мечтает освоить каждый третий Кардист. Майкл Джеймс и его курс соло мало кого оставят равнодушным. Используя несколько стилей и удачных комбиниров, можно достичь некоторых 200. Наверное, многие видели очень впечатляющее видео под названием Aviv Sequence. Там он показал очень много стилей, тем самым заставив полюбиться многим. Но на этом не конец, потому что Aviv и по сей день продолжает творить и удивлять. Открывает тройку Крис Хеснес, который отснял легендарный PaperCuts. Также вы наверняка видели видео, где он продемонстрировал всех флориш и братьев Баккер. Говоря о тех, кто заслуживает внимания, нельзя не сказать о Тобиасе и Оливере. Это союз двух юных кардистов под названием Dealer's Grip. Несмотря на возраст, эти ребята уже многого добились и всецело посвятили себя картам, выпуская все новые и новые видео, где обучают очень плавным и небескутным флоришам. Второе место. Ну и наконец-то, приближенный к Богу. Я не знаю, когда я смогу научиться читать его по фамилии, буду называть его просто по имени. А фамилию вы видите, собственно, на экране. Выпустив не так давно бешеный курс под названием Vortex, он снова и снова придумывает безумные, динамичные и плавные флориши. Уровень мастерства можно смело приблизить к Бакам и Виртуозам, потому что на то, что делает он, способны только они. Ну вот и все. Надеюсь, вам понравилось видео. Жду ваших лайков, без лайков и, конечно же, комментариев. Пока!